Сейчас будем стелить крутую штуку, да? Да! Даже подумать не могла, что он может как-то докрутиться прямо до самого края и упасть. Какой рисунок? Оставляем лес или крестики? Крест! Нужен шампунь, который будет поддерживать потрясающий объем, потому что так вы помогаете ему самому бороться с газиками. После такого массажа очень хорошо сразу принять, конечно же, ванну. Привет! Сегодня мы поговорим про массаж. Массаж очень важен на первых этапах жизни, потому что ребенок сам особо двигаться не может, ползать, бегать, прыгать, сидеть не может, поэтому, чтобы у нас полноценно функционировали все суставы, разрабатывались мышцы, то надо делать массаж. Обычно в поликлиниках массаж назначают в 3, в 6, в 9 и в 12 месяцев. Но там обычно большие очереди. И на массаж, например, с Эриком мы попали только месяцем к 6. И то он не дался, потому что чужая тетя собралась его наминать. Естественно, у ребенка была истерика, и мы не стали ходить. Я массаж делала сама. И сегодня я покажу вам пару нехитрых приемов, пару движений, которые помогут поддерживать вашего ребенка в правильном тонусе и снимать неправильный тонус. Поехали! Для массажа вы можете взять либо какое-то масло, можно персиковое, миндальное, можно взять лосьон. Вот у меня есть лосьон, я его сейчас возьму, чтобы ребенку просто было приятно, когда по телу будут скользить ваши руки. Итак, с чего начнем? Начнем мы с ручей. Движения ваши должны быть максимально легкие, потому что ребенок очень маленький. И любое нажатие для него это уже сильнейшая стимуляция. Поэтому аккуратненько, легкими движениями массирующими одну ручку, вторую ручку. Не давить, прям еле касаясь. Когда вы только начинаете делать массаж, ребенок будет зажимать кулачки. Вам придется приложить усилия, чтобы дать ребенку расслабиться и разрешить вам массажировать ручки. Потом, когда малыш привыкнет к тому, что ему делают массаж, а это прикольно, он начнет ладошки расслаблять. Вот так. Да, массаж. Массировать ладошки нужно, потому что здесь находится очень много точек, которые отвечают за пищеварительные процессы в организме ребенка. И вот знаменитая, помните, сорока, ворона, каша варила. Это не просто так придумано. Эта игра, она тоже стимулирует нужные рецепторы. Сорока, ворона, кашу варила, нет, кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Ты в лес не ходил, печь не топил, кашу не варил. Такой лентяй. Но ничего, его потом накормили, не переживай. На пальчиках тоже очень много нервных окончаний, их тоже нужно стимулировать. Особое внимание уделяя большому пальцу, потому что здесь у нас тоже что-то отвечает за желудок. Эмили уже знает, что мы делаем массаж и на ручку расслабляет. Вот так. Если ребенок сопротивляется, не дается вам поднять руки, то сделайте, вот, например, когда Эмми не хочет, я вот так стучу аккуратненько. Она понимает, что нужно расслабиться и разрешает мне поднять руки наверх. Раз, три, четыре. Да, выпрямляем ручки, выпрямляем. Вращательные движения на суставчике, да. Чики-чики-чики. Животик. Животик мы гладим по часовой стрелке. Особо никаких упражнений на живот нет. Вот, вот, просто, да, просто круговыми движениями, теплой маминой рукой, да. Мы гладим животик. Вот так. Да, животик наш. Дальше ножки. Взяли одну ножку. Также, просто поглаживанием. Мять не надо. Не так, как вы делаете мужу массаж, например. Аккуратненько. Стопы. Стопы мы тоже уделяем очень много внимания. Делаем такие восьмерочки. Прям пальцем проводите восьмерку. Мнем пальчики. Тоже сильно не давим. Восьмерка. Семерка. Да, если пальчики работают, так сокращаются. Это очень хороший признак. Говорят, что если ребенок вот так реагирует, то плоскостопия у ребеночка не будет. Потом ножки тоже взяли аккуратно. Если ребенок не дается, не делайте. Покрутили. Ягушечка. Это вообще профилактика дисплазии. Хорошо влияет на развитие суставчиков. Также восемь раз в одну, восемь раз в другую сторону. Тут они обычно не сопротивляются. Можно давить на живот. Если, например, у ребенка скопились лишние газики, то это упражнение поможет от них избавиться. Раз, два, три. Вниз. Еще упражнение из бэби-йоги. Мы подворачиваем, складываем ножки в позе лотоса, насколько это возможно. И круговыми движениями также. Восемь раз в одну сторону. И восемь раз в другую. Потом положение ножек поменять. И опять восемь раз в одну. И восемь раз в другую сторону. Когда тело уже разогрето у малыша, то можно еще сделать вот такие упражнения. Раз, два, три. Живот, грудь, нос. Живот, грудь, нос. Живот, грудь, нос. Так, на спинке упражнение мы закончили. Сейчас будем переворачивать малышку на живот. Можно, кстати, еще класть какие-то игрушки, яркие предметы. Например, вот такой оранжевый кубик. Класть вперед, чтобы малыш видел его. И предметы. Да, смотри, какая апельсинка. Апельсинка нарисована. И тут упражнение. Вы просто берете и поглаживаете. Погладьте ребеночка, начиная от рук, захватив плечи, спинку и ножки. Так несколько раз. Вообще, конечно, надо ребеночка часто выкладывать на живот, потому что так вы помогаете ему самому бороться с газиками, чтобы было комфортно в животе. Ну и, конечно же, ребенок так лучше чувствует свое тело, когда он чувствует его вес, чувствует напряжение головы, шеи, что он держит голову, ему приятно. После такого массажа очень хорошо сразу принять, конечно же, ванную, тепленькую водичку, чтобы ребенок там расслабил все свое тело после массажа. И сон тогда будет очень крепкий. Для Эрика я взяла пену для ванной от Бэби Кокколи. И для Эмили я взяла шампуньку вот такую. Сумасшедший запах, фирменный запах Бэби Кокколи всей косметики. Мне очень нравится. У нас вот мыло было оттуда, в роддом я брала, очень нежно пахнет. И взяла вот еще такие средства нам. Что мне еще нравится, что они продумали дозатор. Очень удобно, когда одной рукой, например, вы придерживаете ребенка, а второй рукой вам нужно взять средство. Вот так вот нажали. Все, что нужно, у вас в руках. Для нашего дувана, конечно, нужен шампунь, который будет поддерживать потрясающий объем. И Бэби Кокколи очень хорошо с этим справляется. Убираем наш пылесборник. Сейчас будем стелить крутую штуку. Да? Да. Вот наш новый ковер. Ли Коко. Эмоушен мат. Какой рисунок? Оставляем лес или крестики? Лес. Мне тоже лес нравится. Коврик Ли Коко еще отвечает правилам и техникам безопасности лично в нашей семье. Когда Эрику было 3 месяца, он упал с дивана. Он начал крутиться. Я была дома одна. Оставила его на середине дивана. И даже подумать не могла, что он может как-то докрутиться прямо до самого края и упасть. Для Эмили я решила, что ребенок не будет у меня на диване. Тем более, есть старший брат, с которым можно играть на полу. И чтобы никто не простыл, не замерз, чтобы было мягко. Вот мы приобрели такое замечательное творение фирмы Ли Коко. Ковер этот легко протирается влажной тряпкой. Даже если вы или ваши дети что-то пролили на него, там, пописали или чем-то испачкали, то очень просто влажной тряпочкой все протирается. Оба ребенка под присмотром, играют вместе. И мне не страшно, что им у меня свалятся с дивана, что самое главное. Размеры этого коврика метр сорок на два. Мне кажется, размер универсальный, подойдет под любой интерьер. Что мне еще понравилось, что у него две стороны. То есть вы можете под свой дизайн выбирать то, что вам нравится. Нам понравился лес. Но мне также еще нравились кресты, я прямо их хотела. И я рада, что здесь у меня два варианта. Коврик очень толстый. Толщина этого коврика полтора сантиметра. На этом коврике можно играть всей семьей. На нем вообще не холодно, потому что у него термоизоляция. Он антивандальный. Даже если вы поцарапаете что-то, то это будет незаметно. Да и сделать это практически невозможно. Если кто-то что-то пролил на этот коврик, все очень легко вытирается влажной тряпкой или сухой. Все поместились. Еще папа только на работе. И, кстати, когда ваши детки начнут делать первые шажки, на этом коврике делать это тоже абсолютно безболезненно и безопасно. Скоро пойдешь? Скоро? С вами была Алина, Эмили и Эрик. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка будет в описании. И любите быть родителями. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова